Можно, кстати, последняя часть трансляции по Фростпанку, хотя хочется поиграть побольше. Вчера вышел новый сценарий, он, кстати, бесплатный, если вы приобрели игру, под названием «Падение Винтерхоума». И вчера же мы с вами начали этот сценарий проходить, и сегодня продолжим. Поэтому, если вы смотрите в записи и наткнулись на эту десятую часть, как бы есть что посмотреть до этого. Ну или да, автоматонам. Хотя зачем автоматонам в медицинские учреждения, если они все равно работают круглосуточно. Добрый вечер, Йойка. В общем, или по крайней мере посмотреть девятую часть трансляции, потому что там как раз мы с вами начали этот сценарий. Продолжаем историю. Максимальный уровень сложности, режим выживания, то есть без сейва, все нормально. Старт был очень сложным, пришлось переигрывать трижды старт, потому что там паузу не поставить, и нужно очень четко знать, что куда делать, где разбирать, как строить, что строить, какие проблемы у тебя в ближайшие 2-3 дня возникнут. И я, конечно, пару раз зафейлил. Сейчас ситуацию выровняли. Избавились от голода, избавились от больных. Наладили отличный процесс исследования. Вышли сейчас в автоматонов и их грейдим хорошо. По надежде все прекрасно, по недовольству не очень, а хотя они тоже нормально. Так, склады. О чем у нас здесь? Автоматон, который делает новых автоматонов. Автоматон свободного нет. Что здесь произошло? Саботаж. Сэр! Вандалы сломали агитатор. Кто-то стащил одну из деталей и написал на нем, хватит верещать весь день. Похоже, не все жители хотят работать эффективнее. Поймать и вернуть деталь. Могут получить... Поймать и вернуть. Так, значит, у нас автоматоны двух мастерских работают. Здесь не хочу круглосуточно включать, потому что агитатор, точнее бригадир не откатился. Новый закон. Вот черт его знает, что делать. Тюрьма, патруль, агитатор, бригадир. Это на производительность хорошо, клятва верности. Тюрьма особо... Ну, хотя тюрьма что нам дает? Нарушители. Недовольство усилится. Патруль. Снижение недовольства, повышать надежду. Давайте вот так вот. У нас как раз... Угу, я понял. Так, Зайц! Сэр, мы нашли Зайц в центре эвакуации. Некоторые люди настолько напуганы, что не хотят ждать своей очереди и самовольно пробираются в Дредноут. Прячутся в транспорте или крадут припасы. И если мы позволим этому распространяться, эвакуация будет сорвана. Отправят стражников. Вот Зайца, а. Так, хорошо. Исследование у нас постоянно идет. Два улучшенных столетейных паровых завода работают. По углю. В ноль по углю. По идее, немножко не догоняем. Но, на самом деле, это вопрос нескольких зданий там дополнительных. Это не так страшно. Что касается... А, у нас нет информации о похолоданиях теперь больше. Вот. Что там случилось? Новый автоматон. Все, ни слова больше. Бахаем сюда автоматоном. Даже нет, не сюда, а сюда. Где-то бригадир будет побыстрее. Так, и у нас еще максимум инженеров на... У нас же реактор выходит из строя. И, соответственно, мы должны начинать эвакуировать людей постепенно. По эвакуации. О-о-о-о! По лабадим. Два, три паровые ядра. Четыре паровых ядра нужно. И четыре косаря стали. Ёпарете! Стоп! Это новая информация. Короче. Чтобы отправлять людей Нужно колоссальное количество стали И паровые ядра Может быть остановим А здесь уже нет автоматона Да Отправляю пока сюда автоматона Еще одного То есть погодите Доступно, можем отправлять Детей спокойно абсолютно Да Люди 50 Что нужно? Отправить сталь на обшивку Отправить пищевые пайки Блин, пищевых пайков нет Паровое ядро А где здесь выбирать? Продовольствие каюты А, вот, пищевые пайки Сколько нужно? 250 И холод приходит Что по стали? Сталь Сколько? 300 Отправить паровое ядро А где ядро? Ядром Ну поехали Так Эвакуация Нам удалось снабдить дредноут Базовыми каютами и ресурсами Теперь нужно доставить туда Достаточное угля Для его запуска Тогда мы сможем отправиться В путь по вашему приказу Однако в городе осталось Еще много людей Чтобы эвакуировать больше Мы должны подготовить Больше кают и припасов Иначе наше путешествие Плохо кончится Как дальше быть с эвакуацией Решать вам У нас есть 10 дней На эвакуацию Блин, я слишком рано Закрыл прошлую Прошлую тему Блин, зря это сделано Так, автоматоны Полностью прогрежены По эффективности По крайней мере Точно с хавчиком Проблемы будут Воздушные охотники Не хочется тратить Наверное нужно Тактику охоты сделать На теплице у нас ядер Не хватит Еще по хорошему Нужны обогреватели Сделать До того как Давай тактику охоты Пожалуй А можем Воздушных охотников На снарягу сделать Хотя может Работать будет Только на него Ладно, давай Вот так сначала Что у нас По холодам Терпимо пока что Да Здесь нужно Отключить Отопление Автоматон Так и так работает 8,4 И у нас С углем Будут проблемы Да, сколько нам Угля нужно 5 косарей Ёпресс ЭТМ Угольную шахту Надо еще И грейдить Всем Лесопилка Тут у нас Еле-еле терпит Недовольство Снижается Ну, исследование Идет очень быстро Конечно, но Меня беспокоит Несколько моментов Во-первых Сколько еды надо еще Отправить людей 75 из 50 Отправить Не обязательно Пищевые пайки 5 косарей 5 косарей Пищевых пайков Вот это уже Колоссальная проблема Друзья И Что там случилось Юные и хрупкие Сэр Доктор, который Следил за здоровьем Детей во время Путешествия на север Пришел поговорить С вами об эвакуации Самых младших Необходимо эвакуировать На дредноут Немедленно Здесь условия Будут только ухудшаться Мы не можем Рисковать здоровьем У вас будет 5 дней Чтобы отправить 50 детей Надежда Сильно упадет Давайте Не, на самом деле Так Мы подписались Под отправку Это здание Не работает С чего это Короче Давайте выстраивать Хижину охотника Потому что Нам нужно накопить Такое большое количество Хавчика Что Леса уже не хватает Бур работает Да Лесопилочка Здесь тоже работает Автоматон лишний есть Да куда там Что по реактору Форсажа нет По отоплению Здесь не нужно Не нужно Здесь тоже не нужно Не нужно В угольной шахте Холодно То есть Накопить нужно 5 косарей угля Ну 2 600 Ладно Больше меня беспокоят Пайки Переделать больше Палу под каюту 0.5 То есть Нужно накопить За 10 дней 5 косарей стали Я не знаю Как это вообще возможно С моей С моим уровнем Добычи Потому что стали Добывают 400 В день То есть Я не успеваю В принципе Никак Хотя это в день Если работает Автоматон Хотя Слэш Может быть 8 часов 8 час Точнее Похоже Да Он считает Правильно Но я тогда Не успеваю Сталь добыть Ну вот Не надо было Закрывать Отправлять И выполнять Прошлое задание Потому что Так у меня было бы Еще несколько дней До Дом Так Давай-ка Уберем Инжи отсюда Ну у меня есть Просто Легкое обморожение Ну скорее всего Там где холодно У нас происходят Эти события Нехорошие Это не все Что нужно для дредноута Просто отправить Можно детально Все разобрать Сейчас посмотрим Стражевой пес Ребенок принес На стражевой пост Игрушечного пса И отдал стражникам Сказав Чтобы они брали Его с собой Во время ночных Патрулей Похоже Люди ценят Упорную работу Стражей закона Которые следят За порядком В городе Да Здесь нужно Смотреть Стали дофига 4 тысячи Чтобы отправлять Новых людей Детей отправить Бым Дети Что-то заняты Немножко Здесь Потом Прот Пайки Ядер у меня нет То есть я сделал Автоматонов Понятное дело Что можно там Поразбирать Будет Ненужные вещи Сейчас очень Надо будет Вот Исследование Сделаем И у нас Огромное количество Людей Освободится О 80 человек Минус 5 На воздушных Охотников Мне Скорее всего Не хватит Ничего Ничего Давай тогда Лес Паровой Стенный Бур И шахту Наверное Вот эти вот Штуки Надо доделать Желательно В первую очередь Конечно Надо делать Паровой стеной Потому что Хотя по елкам Мне просят Что-нибудь Не просят Может тогда Сразу Паровой уголь Бахнуть И уголек Собирать Но на них Ядра нужны На паровые угольные Шахты Я конечно могу Паровой угледобытчик И через пункты Сбора Уголь собирать Потому что реально Я не смогу Прогрейдить нормально Ну то есть я могу Снести например Одну шахту И сделать Паровую Угольную Но паровой Угледобытчик Во-первых Ядер не Не пробуют Плюс форсунки Еще сделаем Да Давай Паровой Угледобытчик Так что у нас По По охотникам Закидываем Раз Закидываем Два Ой на кухне Там беда Подогреваем Кухню Какие еще у нас Темы Может сразу Еще охотничий Хижин бахнем Ну пока Есть возможность Нам же нужно Как можно Быстрее Собрать Этот хавчик Правильно Все равно Не помещаешься Давай сюда Заканчивается день Естественно У нас Автоматоны Наверное Надо автоматоны Еще на угольную шахту Передислоцировать А где они у меня Семь человек Там Стальная Стальная И Так Мне кажется Один Автоматон Свободен Нет Где он Раз Два Три Четыре Ааа Он у меня на буре На буре Это правильно На самом деле Здесь лесопилка Вроде как Добывает Еще Да Она справится Там до конца Так Давай Может быть Тогда бахнем Еще бригадира Здесь На автоматоне Раз Здесь Инжи Убираем Автоматон Убираем Инжи Ставим Автоматон Делаем Еще бригадира Убираем Инжи Убираем Так Врубаем Так А Все В общем-то Да А если Круглосуточный Давай Круглосуточный Все Очень сильно Сейчас Бустим Там Три Четыре Мастерских Работают Проблем С Надо еще Угледобычей Где-то Я вижу Что погибает Товарищ Так Значит Смотрите Угледобычики Улучшенные Можно с пунктами Добычи Объединить 1,4 Бахнуть Для начала Может сразу Два Учитывая То Количество Угля Которое Мне нужно Ядра Лишние Есть Не Нет 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 Ядр Лишних Нет И это Проблема Я не знаю Как мне Тут Мы должны Обеспечить Кают Путешествие Что Что Отправлять В общем А это Стали мы Заполняем Собственно Каюту Пайки Нужно Отправлять Тоже По продовольствию И людей Так Ну что Будем еще Делать Так Нужно Успеть Там же Достроились Наверху У нас Раз Хижина Охотника Два Три Четыре Пять Да Наверное Хватит Потому что Уже Работники Заканчиваются Этот Доставит Проверю Еще раз Может Можно Пихнуть Второй Вон Пост Я проверял Уже Вот Один Собственно И все Больше Больше Ни черта Ни черта Не подсвечивается Ладно Окей Отправить Уголь На топливо Вот это Основная Задача А три Необязательные И 50 детей Нужно за 4 дня Тоже не забыть То есть Приоритет у нас На уголь 5 косарей В принципе Сделать Это не так Сложно Сейчас Дорогу Только Здесь Уберу Скорее Сего Здесь Сделаем Пару Угледобытчиков Мне кажется Нормально Будет Маяк Тут Криво Стоит Можно Убрать Кстати Маяк Он мне Особо Не нужен Да Демонтируем Маячок Опа Сбой В генераторе Генератор Снова Отказал Сэр Генератор Опять Сломался И давление В нем Растет Люди Парализованы Страхом Они считают Что сбывается Их худший Кошмар Поломка Серьезнее Чем раньше Ремонт Займет Больше Времени Наши инженеры Работают Над временным Решением На ремонтной Станции Есть Весь Нужный Персонал Так что Они должны Быстро Справиться Мы Постарались Сделать Там 30% Бонусная Скорость Починки Что то еще У меня 50 инженеров Благодаря тому Что автоматоны Работают В других Местах Сидят И Чинят Генератор Еще мы 20 инжей Перез Взяли Из Метеостанции Погоду Не контролируем Но зато Они работают Надежда Честно Падает Должны Починить Генератор Прежде чем Взорвется Смотрим Сколько Нам Нужно Времени 8 часов Нужно Еще 200 Древесины Чтобы 8 часов Ё-моё У меня Везде Прохладно Еще Так Доделался Угледобытчик Форсунки Что Угледобытчик И паровой Угледобытчик Будет Производить Кучу Угля Быстрее Нафиг Знает Возможно Термоизоляцию Защиты Поста Сделать Потому что Температура Уже Такая Что Да нет Мы там Бахнем Просто Этот Отопитель Либо Улучшенный Обогреватель Либо Экстренный Ремонт Удваивает Эффект Экстренного Ремонта Может Пригодиться Еще Кстати Паровой Центр Можно Апнуть В частности Эффективность Парового Центра Потом Сейчас Делаем Пару Эффективный Сбор Еще Есть Но 15% Как-то Не Хочется На паровой Стену Нужен Этот Но Здесь Уже Нечего Делать И лесопилка Не Нужна Это Не Нужно И Печь Лесом Идет Потому что Леса У нас Не Так Много Что Что Сделал С Гагаплайзером Плеером Перестал Тормозить Ничего Не делали Может Провайдер Там Что-то Поменял Пока У меня Либо Теплоизоляция Постанут Решаем Либо Форсунки Тут Вообще Ничего Ну Или Экстренный Ремонт По Генератору Пока Не Нужно То есть У нас Уже Исследован Улучшение Генератора 2 Работает Пока На Единичку Эффект Экстренного Ремонта Рано Или Поздно Эту Штуку Надо Сделать Но Не Сейчас Может Он Уже Сломался Ладно Давай Так Делаем Два Скорее всего Сразу Я бахну Паровых Угледобытчикам Видим Как Будет Где Будут Угли Ну Куча Угля Появляться А Здесь Один Уже Есть Раз Тогда И там Нужно Посты Добычи Бахнуть Ладно Ладно Так Дальше Ресурсы Пост Добычи Здесь Ушатать Нужно Несколько Зданий А Хотя Там Есть Еще Два Поста Они Работают И на них Кстати Эффективность Распространяется То есть Они Работают Эффективней А Этот Не Достает Ладно Давай Все-таки Удалим Удалим Я понимаю Я понимаю Что это Не очень Правильно Здесь Здесь будет Так Куча Будет Скорее всего Тут Появляться Да То есть Раз Два Три Четыре Улицы Сюда Нужно Будет Отправить Сейчас Холод Еще Друзья Вот Хорошо Что Я Дома Подогрев Ну Дома Сделал На кухне Очень Холодным Форсаж Сейчас Болеть Будут Люди Я Ничего Не А Вот Что Можно Было Сделать Можно Было Сделать Термоизоляцию Больницы Улучение Санитарного Термоизоляции Эту Ветку Целиком Так Хорошо Двадцать Четыре Часа Работаем Работаем Тоже Работаем И Тоже Работаем Недовольство Растет Сейчас Она будет Инжей Переключать На Лечение Максимум Инженеров Было И тем Не Менее Такая Вот Беда Так А мне Скорее Всего Хотя У меня Отопление На Постах Добычи Есть Если Мы Четыре Включим Не Здесь Лучше Сразу Делать Паровой Генератор Не Жадничать Только Дорогу Провести Чуть Дальше И Здесь Бы Хорошо Еще Сделать На Производительность Агитатор Бахнуть Так Вот Хотелось Быть На Дред Недовольство Падает 40 Больных Друзья 40 Больных А Слушайте А Почему А почему Генератор Как будто Работает А Он Медленно Остывает Вот В чем Дело Как Насчет Форсажа Не Не Получается То есть Индивидуальное Отопление Пока Работает Вот В чем Дело Правда Его Уже Не Хватает Потому Что Минус 60 Так Здесь У нас Маяк Демонтируется Надо Посмотреть На Свободных Людей Потом Блин И кухня Тоже Не Алло Три часа Отправлять На Посты Добыч А у Мне Людей То Нет Единственное Что я Могу Сделать Это Убрать Многочисленных Охотников Если Если Они Наберут Еду Но Уголь Это Первоочередная Задача То есть Пищевых Пайков Надо Людей Все Таки Убирать Да Маяк Надо Сделать Но Это Ерунда Сделаю Так Чтобы Не Маячил Давай Детей Сюда А Вот этот Будет Работать Не Погодите Детей Отсюда Убираем Сейчас В первую Очередь На улучшенный Угледобытчик Нужно Отправить Сразу Пусть Пусть Эффективно Работают Их Вот Сюда Тут Тоже Прожимаем Генератор Работает Радиус Тепловых Зон Уменьшился На 10 Процентов О Так Окей Че там По инжам Мне не хватает Отопления А почему Не хватает Отопления Потому что Я не включил Генератор Включаем Генератор Надо с больными Сейчас Обморожение Уже пошло У людей Уголь Сейчас должны Очень хорошо Добывать Вон Смотрите Так А четвертый Угледобытчик Я не построил Потому что Он мне не помещался Да Постдобычи Точнее 136% Давайте Еще один Угледобыт Постдобычи Сделаем Легкое Обморожение Да Я понял Так Больные Потихонечку Помещаются Я закидываю Еще инжей Еще 10 больных Мы Таким образом Уберем И вот отсюда Инжей Убираю Я понимаю Что там Круглосуточно Бла-бла-бла-бла Но Так Термоизоляция домов Думаю Надо сейчас Это делать Потому что К следующему Отключению У меня Будет еще Холоднее А работать Ни черта Не будет Но у меня Нет леса Достаточного Количества Можно бахнуть Эффективный сбор Дешево Сердито Можно сделать Теплоизоляцию Но это такое Можно сделать Улучшенные Обогреватели Тоже хорошо Но я очень сильно Упираюсь в лес Друзья Очень сильно Упираюсь в лес Давайте здесь Прожмем Так 80 Можно сделать Паровой центр Радиус Потому что у нас Если радиус Сокращается Нам нужно Стринный ремонт Это же было бы неплохо Да Давайте Радиус И эффективность Там Треть Скосят Мне Все Больные Потихонечку Идут Добыча Угля Что-то Вообще Никакая Пять косарей Отправить Капец А что по еде Что по кухне Моего единственного сына Отправили на дредноут Можно мне поехать За ним Следующим транспортом Его мать умерла При пожаре У него нет никого Кроме меня Я боюсь Что он один Не выживет Одного работника Нет Нет Извини Извини У нас только по Так Давайте-ка Я там не перегреваю Случайно Мне кажется Я перегреваю Новый закон Может быть Клятва верности Тайный освободитель Увеждение Принуждением Но здесь только Я не уверен Что здесь нужно выходить Пока В эти Жесткие темы Суп-самогон Связочку Можно сделать Супы для того Чтобы быстрее Пищевые Эти Пищевые пайки Сделать Да, давайте Да просто Не успеваем И перемалывать Все это Безобразие А где кухня У меня две кухни Вот одна Пошли Супы Давай Эффективность Жух И вторую кухню Тоже Вот она Наверху Оп Отлично Так Нифига народу Нет Свободного Либо мне А сколько нужно Ну 5к угля Мы об этом Уже с тобой Говорили И У тебя пока 3к угля А я могу Просто Уголь Например Отправить Могу просто Уголь Отправить Да, давайте Решать проблему Вот по мере Появления То есть Сначала 5к угля Соответственно Я из хижин Уберу Сейчас какое-то Количество Работников Понимаю Что Ну Чтоб У меня Завод Там Заработал Внизу Здесь Бахаем Завод Раз Сразу Тебе Так Блин Зря Я так Сделал Ну Под конец Зня Их Как раз Сейчас Нужно За Хавчиком Отправлять Но я Уже Не буду А давай Сделаем Так Что Этот Круглосучно Поработает Он Не будет Ждать Сэр Один Из Работников Хочет Покинуть Винтерхом Попытаться Дойти Дредноут Самостоятельно Это Отец Которого Не Отправили Отпустить Недовольство Вырастет Остановить Его Так Проверяем Еще Мастерские Там Где Может Можно Да Вот Пожалуйста Бригадир Надо Еще Проверить Сталелитейные На Бригадира Там Вроде Тоже Откатиться Должно Было Да Автоматоны Работают Молодцы И Бур Наверху Тоже Прожать Бым Хорошо 10 Больных Все Еще Не Хватает У нас Убираю Пятерку Ставлю Сюда Надо Лечить Закидываем Больных Здесь Уголек Генерим И Что По Углю Нормально Так Угля 3 400 То То есть К Концу Следующего Дня Я думаю У нас Уже Будет У нас Уже Будет Все Хорошо Единственное Вот Здесь Нужно Еще Закинуть Рабочих В Четвертый Добытчик Здесь Пока Убрать В пятый Сомневаюсь На самом деле Пусть Четыре Будет Исследование Идет Очень быстро Спасибо Автоматонам Но ядер Нет Я не знаю Как каюту Улучшать То есть Мне нужно Разрушать Видимо Будет Угольные Заводы Раз Два Три Паровых Ядра И тогда Я по крайней мере Парочку Кают Смогу Сделать Одно Одно Два Три Из пяти Могу Сделать Ну потом Два Четыре Это Забей Но хотя Бур За двоечку Четверка Будет У нас Паровой Центр Греет Угледобыч На котором Нет людей На другом Наоборот А здесь У нас Действительно Нет Нет Парового Центра Бахаем Так Радиус Парового Центра Готов И Повышение Активности Потребление Угля на Тридцати Процента Меньше Тяжело Все равно Друзья Все равно Тяжело Четыре Автоматона Там На мастерских Прям Заглядение Работают Трудятся Два Автоматона На Сталилитейных Здесь Автоматонов Нет Надо не забыть Исключить Бригадира Завтра Сутреца Так Всего 2500 Можно отправить Уголь Я не прав Может быть Кстати Да Там Вроде Было Какое Ограничение 2500 Людей Пока рано Отправляют Давайте Уголь Отправим Хотя Сколько Мне нужно На один день Один час Лучше Отправлять Конечно С утра Чтобы Не Не попасть Просак Потому что Сейчас Сейчас У меня Добыча Угля Не Идет Так Центр Строим Больных Добавляется А что По Инжам Еще Где Они 45 И В этих И тут В агетцентре Один Сидит Тоже По понятным Причинам Он там Сидит Да и фабрику Пора сносить Фабрика Да Но она же вроде Не Ну хотя Ладно Давайте Снесем Короче Под утром Мы с вами Возможно Похолодание Под утро И хавчика Особо нет То есть Я построил Хижины Охотников А Выгреваю Здесь 151 Процент Это Агитатор Бригадир Ой 40 больных 47 47 Больных Я не пойму А что санитарные Такие Холодные Давай Форсаж Сделаем Напуганная Семья Сэр Семья С детьми Идет в центр Эвакуации Чтобы потом Самостоятельно Отправиться На дредноут Папа Мне страшно Я не хочу Уходить Плачу Дети Тише Милые Будьте Храбрыми Мы будем В безопасности Если доберемся До дредноута Прежде чем Убедить их Остаться Отпустить их Остановить их Надежда упадет Существенно вырастет Отпустить их Ну в смысле Остановить их Пусть ждут Своей очереди Как все Так У меня 3 дня Чтобы 50 детей Отправить Блин Блин А дети У меня В пунктах Добычи На заводах Работают Нормально На кухнях Тоже Подрабатывают А тут еще У меня один Угледобытчик Есть Оказывается Здесь Надо форсануть Сразу же Бустануть Добычу С этих Угледобытчиков С утреца 5к угля В первую очередь 5к угля Друзья Потом уже будем Разбираться 62 человека Больных Санитарные пункты Не обогреваются Нормально Слушайте А может мне Посносить дома Построить санитарные Пункты поближе К зоне комфорта Что мне кажется Что Народ то я Отправлял уже Человек сколько там 25 правда Всего лишь Да Давайте попробуем Убираем Раз Убираем Два Убираем Три Бездомных Пока нет Ну и давай Для полного счастья Убираем Четыре Да Бездомных Нет И переносим Что мне кажется Что Просто Паровой Генератор Становится Еще холоднее Друзим Становится Еще Холоднее А не обогревается Потому что Людей Внутри Нет Да Ладно Да Кстати Хотя В этом В этом Есть люди Внутри Там Все равно Холодно Я не пойму Тут вот Холодный Санитарный Пункт Какого Хрена Этот Приемлемо Этот Холодно Так Ладно Пока не забыл Быстренько Бахаем Здесь Бригадира Раз Бригадира Два Бригадира Три Новый закон Можно ввести Здесь кажется На угольных шахтах Еще бригадир Ооо Там прям Прохлада Прохлада Что будем делать Самогон Подливаем Надо сейчас Обогреватели Сделать Тут еще Бригадир Эффективность Парового центра Увеличили И Улучшенный Обогреватель Вот что нам нужно Блин Здесь тоже Нужно Этот Ставить Паровой центр А я его сделал Просто выключил Включаем 60 больных Карл 60 Все таки я делаю Санитарные пункты Дополнительные 4 штуки Не знаю Откуда я возьму Инженеров Просто не знаю По углю Не все так хорошо Так эти не справляются Включаем Бригадира Раз Бригадира Два Бригадира Три Сюда Закидываем Еще Бригадира Включаем Четыре Что по Производительности Блин Все равно Мало Вот мало Мало Просто Просто Все Надо закидывать Инжей Я временно Уберу Отсюда Хотя бы В три Мы добавим Не Не работают То есть Без Без обогрева Уже маловато Без обогрева Уже маловато Еще пытаемся Разместить 30 человек 40 по хорошему Конечно И надеется Что они выздоровеют Хотя проблема Именно в том Что люди работают В очень Ну там где Очень холодно Увы Примерное поведение Сэр Группа жителей Вдохновенно Трудилась Под руководством Бригадира Теперь они Решили организовать Собственное место работы Их энергия Телестремленность Достойны подражания Молодцы Конечно Но А толку Лесопилка До свидания Леса больше нет Освободили С другой стороны Народ Закидываем Детей Помним Про то Что нам Детей Еще нужно Отправлять Здесь Еще можно Отправить Детей Пусть Трудятся Блин По углю Какая-то хрень Вот реально Хрень Опять Косарей Угля Не Я успею Просто Не факт Кстати Паровое ядро Еще откуда-то Появилось Не понял Кстати Здесь не хватает Еще одного Пункта добычи Хотя может и хватает 90 больных Здание Неактивно Куча Угля Это где А это просто Куча Угля Форсаж Maybe Off Форсаж Не требует Угля Фриз А фабрику Разобрал Точно Вот он Вот оно Ядром А могу я Автоматонов Как-то разбирать Вроде могу Давайте попробуем Выделить Автоматоны Ну мне просто Надо понять Могу я вернуть Ядро Не не могу Кажись А нет Можно демонтировать Можешь Говорит Хорошо Тогда Еще В их пайков Кстати Приличное Количество Я наверное Пока уберу 10 рабочих Отсюда Фомбич Привет Исследование Идет Минус Короче Сейчас После того Как исследование Сделается Будет попроще В плане больных Потому что Вот эти вот Точечно Отапливаемые Генераторами Штуки Там где люди Вынужденно Работают Они будут Они будут Сейчас Наверное Отправлю 2,5 тысячи Угля Чтобы Время Не терять 2,100 Хватит Этого Интересно Хватит Так Отправили Частично Уголь 2,296 Исследование Будет Завершено Соответственно Дальше У нас Должно Быть Попроще С больными Блин Надо Проверить На всякий Случай Где еще Могут Быть Внимательно Потому что Будет все Холоднее 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 Исследование Завершено Обогреватели Можно Сделать Минус Один К 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 У нас У нас У нас Много Точечно И Скорее всего Надо будет Готовиться К экстренному Ремонту К Эффективному Экстренному Ремонту Эти сделали Да Давай Что с по Автоматончиком Инженерам Красавцам Бахаем Раз Бригадира Бахаем Два Бригадира Бахаем Три Бригадира Здесь Откатывается Они как раз Там Ходят Скидывают Тут не хватает Еще одного Поста Добычи На самом деле Судьба Коллег Сэр Какой-то коллега Хочет поговорить С вами Об эвакуации Я знаю Что не дойду До дредноута Слишком крутой Подъем На плато Я бы справился Если бы у меня Был бы протез Я потерял ногу Спасай этот город Пожалуйста Сэр Не забывайте Вот Хоть фабрику Блин Восстанавливай И бахай протезы Потому что Хотя мне здоровых Наверное Не удастся Даже всех Отправить Что эти 36 коллег Коллеги Коллеги Точнее В половине Паровых генераторов Ключи второй радиус Давайте сейчас Форсаж На самом деле Бахнем Сразу двое Погибло А я разве Делал радиус Ааа Да Делал радиус Вот откуда У нас Потребление Такое Конское У нас В большинстве Случаев Укладываются Да Мне должно Хватить Будем от обратного Идти Там где будет Не хватать Будем подключать Но насколько я помню Дома очень холодно Ну и Разбираем Просто Он на границе Как раз там был Так ладно 76 больных Мы там сделали Исследование Серию По поводу Трансплантации Органические удобрения Не будем делать Надо подумать Хорошенько Что по закону делать Агитацию На здании Не работает И вышку Тоже Все завтра Надо прожимать Уходят Охотники Сейчас вот В этих местах В Заводах В частности Надо еще В угольной шахте Поражать Бригадирам Агитаторы Нормально Стоят Первую порцию Угля Отправили Косарик Стали Есть Следование Конечно Очень шустро Идет Инженеров Заодно Освободили Надо сейчас Потихонечку Убирать Инжей Санитарных Пунктов А потому что Думаю По КД У нас будет Потеря Конечности Окей Это вот на вышке У нас Товарищ Обморозился Но я не буду Их греть Можно кстати Убрать вообще С вышки Пофиг на надежды Те кто не Обогреваются Нормально Эти вышки И только Одно Оставить Просто В ней Прожимать Обилочку И все 90 больных Меньше Не становится Ладно Я надеюсь Что к концу Следующей ночи Благодаря Эффективным Обогревателям У нас Будет Ситуация Получше Блин По углю Все равно Плюс 500 Обогреватели Жрут Сейчас Эффективность Повысим Их Очень много Обогревателей Они в санитарных Центрах Врублены А зачем Кстати Они врублены В этих Потому что Очень холодно Потому что Это не дома В которых Прохладно Ладно Угледобытчик Раз Угледобытчик Два Наверху Можно было бы Апгрейдить Еще угледобытчик Но мне банально Людей не хватит Чтобы раскидать По По нужным местам Хотя вот Пожалуйста Есть лесопилка Которая ни о чем Но мне кажется Внизу не хватает Там В В завод Можно в какой-то Там человека Закинуть Человек Слышь ребенка Сюда тоже Одного 10 10 10 Нет Надо Эвакуироваться Уже потихонечку Доделывается Исследование Сейчас посмотрим Насколько сократится Потребление Обогревателя 1524 единицы В день Должно где-то На четверть Или на треть То есть Третье как раз Три единицы Будет две То есть Косарик будет На обогревателях Если я правильно понимаю Да Косарик Это очень хорошо 500 угля Следующее исследование Экстренный ремонт Пожалуй Потому что Повторюсь Скоро генератор Вжухнется Опять в очередной раз Нам надо с этим Что-то делать Ребенки тоже люди Помним про детей Да Еще два С небольшим дня На то чтобы До 50 шкетов Отправить Но Потепление Потепление Да ладно Причем сразу На 20 Еее Бой Так давайте Достроим здесь Добытчик Потому что Явно не хватает Я же Для угледобытчиков Так Пост добычи Бахаем еще Бах Ну и зявая Просто Агитируем Надежды Вверх Помню что На этом угле У нас Да Раз Проверяем На всякий случай Сталилитейные Лесом Идут Не работают Здесь тоже Не работают Здесь Ладно Пусть собирает Кое-как Интересно А бригадира Можно прожимать В процессе Ладно Давай попробуем Так Мне кажется Что Так Не только Можно Но и нужно То есть Оно как бы Накапливает В зависимости От того Сколько было Народу Будет Эффект От поломки Больше Или меньше Если они Эффективнее Работают То Так вот Здесь можно Повысить Эффективно Сейчас Бригадир Доделается Давай Раз Сейчас будут Постепенно Уходить Больные А новые Ну чисто в теории Появляться Будет не так Интенсивно Как в прошлый раз Это же Угледобытчик Давайте Бустанем Так Здесь еще Один Да Ё-моё Так Исследование Завершено Экстренный Ремонт Все Всю ветку По ремонтной Станции Выполнили Пока Откладываем Улучшение Генератора До следующего Похолодания Но надо Быть готовым Конечно Морально По крайней мере Вторую Вкладку Забиваем Полностью Выгроженные Автоматоны С инженерами Разведчики Лесом Модернизация Автоматонов Это кажется Стоимость Протезы Протезы Возможно Но не сейчас Эффективный сбор Учитывая Уголь Ну Наша добыча Угля Как вариант Термоизоляция Домов Под следующее Похолодание Может зайти Очень хорошо Да Надо Надо делать Термоизоляцию Домов То есть Ее в любом случае Надо будет сделать Вопрос Так Здесь кажется Еще один Нет Уже Еще не откатился Так Уголь 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 Добывается Давайте Паровой Добытчик Я все-таки Здесь сделаю Ты уверен У тебя есть Вообще Кого туда посылать Нет Некого Тебя туда Посылать Михаил Можно бы Установить Добычу На самом деле Ну Типа Чрезвычайную Смену Сделать Что-то В этом Вроде Но я Не знаю Где Надо Убирать Инжей Постепенно Закидывать Их Сюда Я чувствую Что уже Грядет Поломочка Что случилось Гневная Тирада Сэр Стража Доложила О человеке Произносящем Пылкую речь Перед небольшой Толпой Он обвиняет Вас В одурачивании Жителей С целью Их поработить 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 Я выжить хочу Как и вы Капитан Делает вид Что вы были Всем довольны Что бы были Что бы были Вы были Всем довольны Невежественны И послушны Помните Закон о бедных Работные дома Мы так живем Сейчас Мы должны Вкалывать И молчать Но еще не поздно Да ты пес Вообще Он лжет И выпустим Новую порцию Листовок Все Вот Вот мой Мой ответ Так Хорошо Уголь на дредноуте Требуется 5К Доступно Чел Непонятным Надо сейчас Организовать Отправку 50 детей Мы можем Прямо Детей Сразу Они все Поместятся Ну правда Они заняты Сейчас Правда Они сейчас Все заняты Слушайте А может Раз 50 Давайте Выключим Построим Второй Вот так Вот Ну Все равно Хватает Все Отлично Ну уголек Уголек Нужно Пособирать Точечные Справляются Видите Нормально Даже Вот так Вот можно Сделать Да ладно Ты уже Сделал Генераторы Ну в смысле Экономию Неплохую Скоро Скоро В бур Именно Потому что Уголь Мы можем Вот таким Вот образом Пока что Добывать А вот Лес У нас Добывается Фиксированный Мы Ничего С этим Сделать Не можем Ну кажется Мне нужно Еще Исследовать Улучшенный Да Паровой Стенный Бур На этот Нужно Было Ядро На этот Два Соответственно Мы Отменим И поставим А Насколько Увеличится Сбор 120 150 Ой Вообще Не хочется Ну Лучше За ним Следить И Бригадира Бахать Эвакуационный Транспорт Достиг Дредноута Хорошо Пищевых Пайков Еще Помним Нужно 50к Так Здесь Сталь Добываем Эффективно Эффективно Скоро Кстати Давайте Склад На один На сталь Отправим Перепроверяем Здесь Вроде Был Да Одна Мастерская Которую Тоже Можно Бустануть Третий Откатится Позже Блин Недовольство Не такое Высокое Может быть Все-таки Что-нибудь Как-нибудь Ай 55 У меня Уже Больных Так Ну-ка Убираем Инжей Выздоравливаю Температура И обогрев И новый закон Кстати Можно принять Что-то я забыл Хотя он только-только Откатился Можно Дом удовольствия Сделать Закон о дуэлях Не нужен Сортировка Не нужна Дом опеки Пока нет Это на теплице Не, надо в цели Что-то делать Полезное Бригадиры Есть Тюрьмы Пока не нужны Клятва верности Постоянный бонус Надежды Давайте Ладно Сотрудничайте Сотрудничайте Так Что еще Они хотели Что Они хотят Что мы стучали Друг на друга Да-да-да-да Это понятно 48 больных Я пожалуй Попробую Еще Вытащить Инжей В надежде На то Что Да Отлично Полный штат Исследование Завершено Термоизоляция Домов Под будущее Похолодания Хорошо Думаю Что сейчас Посты добычи Нужно апнуть Еще На 15% Пока Рано Пока Рано Может быть Может быть Эффективный сбор Дешевый Грейд Делается Долго К сожалению Или сделать Воздушных Охотников С грейдом Ниже То есть Потратить Сейчас Как раз На хавчик Воздушные Охотники Зайдут Хорошо Потому что Сталь у нас Копится Снарягу Еще сделаем Заранее Может быть Даже Успеем Да Поехали Тут Тут Надо Трупные Ямы Изучать И Больше Помрет Тем Лучше Остальным Да Только Мне На Этому На Теплице Нужно По Паровому Ядру Нет Не Очень Хорошо Так Дети 50 детей Отправить На Дредноут Именно Отправить То есть Они Должны Просто Выехать От Где У нас Сейчас Заняты Дети На Пунктах Добычи В первую Очередь На Заводах На Кухнях Ну Как раз Если Охотников Прогрейдим Эффективность Добычи Будет Повыситься И мы Сможем По крайней Мере Сократить Количество Хижин И перевести Часть Рабочих На Детские А Вот Пожалуйста 10 детей Тут На Лесопилке Добыли Количество Больных Мне кажется Что сейчас Будет Скрипт Уже Чувствую Пора Попробую Еще Да Перевести А нет Не перевели Не хватает Сейчас Еще Должны Добавиться Больные К сожалению Листовочки Не готовы Здесь Кстати Скоро Будет Готова Агит Программа Поехали Недовольство Сокращаем Надежду Увеличиваем Автоматоны Молодцы К концу Следующего Дня Трех Бригадиров Сможем Там Врубить К началу Дня В угледобывающих Шахтах Бригадир Появится Надо Где-то Недовольство Бахнуть Ну то есть Сверхурочную Смену Разобрать Тоже Абсолютно Ненужная Хрень Ну и К утру Надо Перестраивать Видимо Делать Воздушных Охотников 6 дней 20 часов Осталось Детей Чего не Спасаешь Или все Работают Только что Об этом Говорил Что нужно 50 Детей И Вытащить Их А вытащить Их Я пока Не могу Потому что Они работают На угле Главным Образом Ну и По мелочи На кухнях А уголь Мне нужно По основному Квесту Добыть То есть Сейчас идет Пока Фаза Активной Добычи Угля Плюс Два Косаря Мы как раз Добудем И К концу Следующего Дня Мы сможем Уже Детей Отправить Но Хотелось Бы Чтобы Уголь Продолжал Добываться Хотя бы В тех Количествах Которые А Мне же Еще Уголь Нужен Подождите Мне же Нужно На палубу Мне нужна Сталь Да Да Только Сталь Сталь Максимально Эффективно Добывается Максимально Грыжные Автоматоны На двух Единственных Сталилитейных Заводах Работают Под Бригадирами Под Агитацией Тоже Там Все Все что можно Я добываю 12.3 Стали в час Пищевые Пайки Через Охотников Сделаем Но Сначала Мы должны Решить Проблемы С углем Кстати Вот это Три паровых Ядра Можно В принципе Забить На заводы Их потом Демонтируем Потому что Скорость Добычи В заводах Она По сравнению С угледобычками Если у тебя есть Конечно Люди Она Конечно Тут В 2.5 раза Нужно больше Народу Чтобы Чтобы Добывать Эффективным Но зато Без Паровых Ядер Ой Слушайте Можно же Автоматоны Ротировать Убираю Автоматоны Раз Убираю Автоматоны Два Автоматоны Сюда Бригадир Это же Читер Читер Мастерская штука Прожать Где можно Бригадирам Угледобычек Раз Посты Добычи Естественно Которые Откатились Блин А угледобычек То И так Справляется Завод Раз Завод Два У этого Кажется КД Да Здесь Давай проверим Просто Таким вот Образом Здесь скоро Откатится Здесь Это можно Прожать Здесь Можно Прожать Наверху Прожимаем Прожимаем Окей Наверху Может быть Там должен был Откатиться В верхнем Угледобычке Тоже Бригадир Отлично Окей Тут Должна Была Откатиться Тоже Бригадир Раз Два Ой Сейчас Так Добыча Угля Подскочит Временно Конечно Но Тем не менее Три И четыре Это может И пятый Есть Нет Все И сколько Там Угля Четыре Сто С потреблением Полтора Косаря Можно уже Сейчас Отправлять Последний Уголь На самом деле И стали У меня Копиться Надо 2500 А нужно Сколько А мне Больше Нужно Ладно Отправляем Тогда Вот так Вот Детей Пока Не Отправляем Можно Уже Перестраивать Охотничий Ангар Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Прямо Перестраиваем Перестраиваем Да Давай Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Хватит Там Охотников Не хватит Так На пищевые Пайки Сразу Пере Перекидываем Народ Здесь Прожали Что по Автоматонам Бригадир Не откатился Что Случилось Негодующая Женщина Сэр Стражники Докладывают О женщине Напавшей На них Во время Патруля Она Проклинала И била Кулаками Когда ее Привели Я бы Пришла Сама Восклицала Она Да Вот Страшненькая Помните Клипчик Уже Нарезали Эти мерзавцы Походу Не дают Проходу Не дают Мне День за Днем Надоело Уже Говорят Им надо Проверить Все ли В порядке Но это Лишь Предлог Чтобы Ко мне Поприставать Посмотрите На нее Кто К тебе Приставать Будет Мать Ты чего Наказать Надежда Упадет Так Окей У нас С вами Количество Больных Постепенно Сокращается Я вот Думаю Нет Я вроде Убирал До 50 Слушайте Я тут могу Агитатор Жбахнуть Еще И перевести Может быть Они Слушайте А может Эти будут Работать Тоже Эффективнее Санитарки Я так Замерю Динамику Приблизительно Ну и Может Этот Тоже Будет Работать Эффективнее Проверим Проверим Так Окей Здесь Пока Не готовы Но В принципе С углем Уже Можно Постепенно Сокращать Добычу Я Скорее Всего Буду Закрывать Наверху Вот эту Угольную Шахту Здесь 30 детей Да 10 рабочих 20 детей Мне же Больше уголь Не понадобится Правильно Только сталь Уголь Там 200 Отправить Только В следующий раз А дальше В первую очередь Детей нужно Отправлять Блин А я Не могу Отправить Или Могу Не могу Не может Быть Больше Одной Экспедиции Аааа Не спасу Этей Это же Фолька Да 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 А можешь Вернуться Не можешь Да Ну что ГГ Я тогда День заканчивается А сколько у нас прогноз По пищевым пайкам А мы не перестроили Еще 120 день Да Детей жалко Надежда упадет Снаряжение воздушных охотников Доделан Все это максимум По этой ветке Теплицы лесом Санитарки пока нет Тюремоизоляция кухни Возможно Но пока не требуется Эффективный сбор Уже нет Не, можно Но не стоит Я думаю Надо готовиться Уже К жопе Ну то есть Ветку отопления Добивать Да Давай так Надо склад пайков Бахать Ну мы Пере Да Кстати Нет Нужны Действительно склады Потому что Мне не хватит Ресурсы Склады Раз Два Три Четыре Я понимаю Что их надо ставить Бла 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 В других местах Но Скорее у меня будет сокращение Количества домов Блин А можно еще Пожалуйста Убрать С Вот отсюда Инжей Потому что Помещаются А сюда По максимуму Во Хорошо Так Можно там Наверное Бахнуть Еще Да Бригадир Пошел Раз Бригадир Пошел Два Работают Стараются Автоматоны Бригадир Попланировать И отправлять И отправлять Людей Вместе С Народом В смысле С ресурсами Прямо Отправлять Отправлять А именно Нужно Отправлять Сейчас Пищевые Пайки Ну и Все таки Детей Давайте Я понимаю Что я их Не спасу Почему детей Потому что Охотиться Могут Только Рабочие Инженеры Понятное Дело Будут Покидать Эту Тему Последними Поэтому Давайте Я вот Это Демонтирую Сразу Угледобытчик И Два Три Пункта Добычи Два Пункта Добычи Тут Хижина Охотника 14 Видите Прогрейжены Это что такое А это Фигня Воздушные Охотники Полетели А что там По прогнозу Еды 665 Было 120 665 Потребление 400 в день Да 400 в день Маловато Все равно То есть 400 Даже По супцам А не Почему Нормально А это Пищевые Пайки Уже Сразу Это Не сырая Еда Не 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 Перестраивать Сейчас Не хочется Совсем Блин Ну вот эти Вот Раз Два Три Четыре Точно Перестроить Надо Может Последний Парти Отправлять Именно Инженеров А не Плеб Потому что Дохнут Рабочие Непрозумные Люди Останутся Не Ну мы же Хотим Тут Пройти Короче, раз, два, три, четыре апгрейдить нужно на следующий раз. В следующий раз. И пять, как минимум. С угольком у нас все равно все хорошо. На похолодание на следующем мы готовы. И запас есть. Я бы даже одну группу здесь разобрал. Генератор отключается. Кайф. Какого черта? Почему мы не можем разобраться с этой штуковиной? Генератор долго не протянет. О нет, только не опять. Крупная поломка генератора. Сэр, крупная поломка вызвала остановку генератора и повышение давления в нем. В городе панические настроения. Многие открыто говорят, что хотят покинуть свои посты и отправиться в дредноут. Устранить неисправность будет очень сложно. На ремонтной станции был весь необходимый персонал, так что ремонт, несмотря ни на что, должен... Короче, смотрим сколько, и может быть бахнем сразу вот эту вот штуку, чтобы быстрее все восстановилось. Двенадцать часов. Экстренный ремонт. Оп. Сократили. Дерево, правда, нам этого стоило дерева. Бригадир не готов. Двенадцать часов. Ну и... Девять часов. Почти под утро справимся, ребят. Почти под утро справимся. Как раз под утро. Восемь часов, два... Укладываемся. Нормально. То есть пока пятьдесят инженеров держит. Дефенс. Тут откатывается, тут прожали. Не понял. Охотники полетели. Тоже прожатым. Ладно, исследование делаем прям. Пятьдесят детей на дредноут мы не отправляем. Надо будет агитацию, потому что надежда падает. Давайте еще пищевые пайки. Предохранительные муфты. Хорошо. Вот это хорошее исследование. Форсаж эффективней. Эффективность генератора, учитывая то, что у нас с углем проблем нет, уже не нужна, получается. Про это вообще забудь. Термоизоляция защиты постам может быть. Потому что если мы откажемся и сбагрим три ядра в угольных шахтах, у нас будет угледобытчик улучшенный. И там как раз будут посты. Но там стоит обогреватель, и это не такая проблема. Эффективный сбор 15% опять же. Ну... Такое. Не нужно, не нужно. Не, надо отопление бахать. Надо пропускной вот этот вот клапан делать. Ну и дальше сопутствующие все апгрейды рядышком. А так вообще беда. Ну так, если... Скоро можно поражать бригадира здесь. Починка идет. Молодцы. Больных становится все меньше и меньше. Это повод еще вытащить пять инжей. А куда их вытащить, кстати? Неужели в мастерские закидывать? Ну, это... Не по-людски совсем. Охотничью хижину... Короче, перестраиваем охотничьи хижины завтра в конце рабочего дня. Пять штук перестраиваем, да? Сейчас прилетит приличное количество хавчиков. 15% на 12 постов равно много. О, господи, смерть. Ты же понимаешь, что 15% к любому количеству, к любому количеству, это 15%. И у нас не 12 постов, мы демонтировали сверху 2. То есть, у нас было... У нас 8. 8. С деревом плохо. Я не могу ситуацию с деревом поправить, к сожалению. К сожалению, не могу. Ёлок в окрестностях уже нет. Только вот несчастные вот эти вот ёлки можно собрать. Но нельзя, пока ты не сделаешь грейд на рейндж. Можно за второе ядро... Так, и что у нас по... Начинается работа 8 часов. А, 3 часа еще нужно, чтобы... Бригадира прожму в любом случае. Посмотрим, вот работает он. Да, бригадир надо оставлять. Обязательно бригадир нужен. Новый закон. Новый порядок, да? Ой, маршировать будем. Надежда больше не проблема. Организоваться вместо публичной казни. Давайте тюрьму. Убеждение принуждением. Леса не хватает. Отчаянный побег. Сэр, настроение в городе хуже некуда. Люди в отчаянии хотят бежать на дредноут, пока он не заполнился. Кто-то устроил набег на склады, украл 180 пищевых паков, 3 древесины. Чтобы... Видимо, в процентном соотношении. Чтобы подготовиться к последующему путешествию. Не дать ему идти. Отпустить. Convince them to stay. Не переведено. Сильно вырастет. Надежда сильно упадет. Блин, беда. Что пагет программе нашей? Итацию запускаем. Здесь тоже, кстати, надо прожать было. Генератор не работает. Спасти детей неудача. Надежда падает. ГГ. Блин, вот я лопух. Так, давайте уберем... Рабочих. Мне нужно на вышку отправить, чтобы... Генератор работает. Ой, там что-то какой-то негатив был. Типа уровень... Здание не работает. Может, включим генератор там? Радиус тепловых зон уменьшен до 80%. Температура у всех тепловых зонок на единичку ниже нормы. Ожидание рабочих. Рабочих нет. Отдыхают после охоты. Понятно. Итак, что у нас по сырой еды очень много. Проверяем, 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 проверяем. Проверяем, проверяем. Кажется, я должен был в угле тут уже прожимать. Да, этот откатился раз. Постали еще не готовы. Здесь можно прожать. И, соответственно, посты добычи тоже апаем. Проверяем, проверяем, где там посты добычи. Ну, проблемы с углем уже быть не должно. Так, по-хорошему. Давайте попробуем сейчас хавчик отправить. А, он еще назад идет в 19 часов. Ё-моё. Там 35 человек. Что? А, это эти пошли просто. Не-не-не-не-не-не-нет. Это просто пешкарусом пошли, а вот вернулся. Так, давайте попробуем все-таки демонтировать. Демонтируем. И отправляем кого? Детей. Д, демонтируем. Или в конце дня. Сколько у нас времени? 5 дней. 5 отправок, в принципе, да? 5 отправок максимум. По сколько человек? По 50. О-о-о-о. Не-не-не-не-не. Прямо сейчас. Д, демонтаж. Д, демонтаж. Хорошо, поработали. Сейчас попробуем 50 детей отправить. Все-таки, типа, выполнить задачу. Есть свободные. Рабочек свободный. 50, блин. Давай детей сначала. Раз. Все, детей есть. 50. Есть 50 детей. Отправляем, соответственно, пищевые. Блин, надо еще кухню пробустить. Они явно не справляются с трансформацией. Хавчика. Ну что, сразу отправляем. Может, комплексно как-то, а? Давай детей. Максимум 50 человек. Ресурсов. Угля нужно добить. Сколько там нужно добить? 200 с небольшим. Все, это максимум. Продовольствие. Максимум 1200. Каюты люди. Каюты. Может, паровое ядро еще? И сталь. Почти все добил, блин. Поехали. Отправляем. Кстати, а у нас разве нет апгрейда на... У нас изучение мира. Быстрые отряды аванпостов. Может быть. Эвакуационный транспорт будет двигаться на 20% быстрее. Вот этот грейд можно сделать. В следующий раз. Так, пока что проверяем, что у нас по... По мастерским. Здесь почти откатилось. В одном месте только бригадир скоро появится. Охотники полетели. Я хотел, блин, перестроить еще охотников. Раз, два, три. И наверху точно был. Давай, четыре, пять. И все, у нас леса не хватать. Нет, последний лес отправляем. Пять тысяч еды нужно еще. Так, здесь бахаем. А, пищевых пайков не хватает. Так, давайте-ка, учитывая то, что у нас сейчас голодные появятся, кухню, кухни, скажем, работать с... А, ну для этого нужны пищевые пайки, потому что там дети работают. Блин, вот гады. А почему не могу? Все равно, я где-то подписался. Рьяные осведомители, вас хотят видеть работники, они притащили с собой инженера, которые обвиняют в предательстве. Он читал нам это, он хотел, чтобы мы восстали против вас. Один из работников советовал в руки потрепанную книгу. Проклятые дураки, огрызается инженер. Это Диккенс. Я стремился научить их хоть чему-то. Человек невиновен, недовольство усилится, плевать. Так, следующее исследование, друзья. Леса нихрена нет. Быстрые отряды аванпостов за 50 елок. И нам нужен лес под следующую поломку еще. Да, давайте 20% тут выиграем. 20% Да, пищевых пайков не хватает. 50, е-мое. Может паровой стеной бур 120-150, но временно, нормальным. Здесь особо лес-то не нужно. Вот только на такие разовые вещи. Ванпост с угля на сталь поменять нельзя. Можно, кстати, с угля на хавчик. А хавчик соточку будет приносить. Это не то. Я там разрушил... Была залежа железа, но я автоматом взял вместо... Вместо этого. Так, перестроили охотников. Раз, перестроили охотников. Два. Сюда еще десятку. Кстати, у меня же рабочие немножко освободились. Отправляем. По углю, кстати, не все так хорошо после разрушения. Потому что... Потому что... Так, мы главную задачу выполнили. Типа, отправить уголь на топливо для дредноута. Сейчас нужно максимально эффективно отправлять все остальное. Первое, что могу сделать, это пищевые пайки. За счет того, что мы там перестроили с вами. Единственное, возможно, стоит бахнуть еще пару кухонь. Ну, просто потому что... Да. Давайте избавимся от... Санитарного пункта здесь. Глядишь, кухня поместится. Так, быстро аванпосты делаем. Здесь должен был откатиться один бригадир. Не помню, в каком. А, ну да, я же не могу ничего сделать с этим. Можно вообще две кухни, но мне леса не хватает на все про все. Добавляются больные, хотя они, наоборот, уходят. Уходят больные. Все ок. Может, тогда мы с вами... Не, ну, и так пять мастерских работают. Что это слишком жестоко. Пусть лучше здесь. Тут 50 работают. Ждем, когда откатится бригадир. 200 дерева нужно набрать для того, чтобы быть готовым к следующему коллапсу. Так, там агитатор стоит нормальный. Эти, надеюсь, доберутся сами 35 человек. Так, голодных накормим, конечно же. Тут демонтировали, строим кухню. Может быть и вторую. Может быть. Может быть, но не факт. О, тут еще... Работает... Обогрев. Включаем его. О, тут еще воздушных охотников. Ангар прогрейдил, а... А людей не отправил. И наверху еще, кстати, тоже улучшенные варианты. Надо вытаскивать из этих мест. Не улучшенных. И отправлять. Охотничий хижин, охотничий ангар. Хорошо. Так, а где у меня еще рабочие? Может быть, мы сможем... Рабочие слэш-инженеры... Опа. Да, это ангары все. Рабочие, рабочие, рабочие. Дети здесь. А мне сталь не нужна, получается, да? То есть я, в принципе, могу постепенно убирать автоматонов с этих складов. И отправлять, например, на кухню работать круглые сутки. Или... А, еще тюрьму нужно сделать. Что-то забыл. У меня обещание по тюрьме. Желательно, конечно, в обогреваемой зоне это сделать. Но, учитывая то, что у нас народ уходит, возможно, стоит освобождать именно домики, которые построены были... Там очень плотная застройка. Ладно, давай пока здесь тюрьму сделаем. Дороги с домами выбираю, у тебя минус 150 человек. Вот, вот это хорошая тема. Это вот прав, товарищ. Можно кварталами закрывать. Целыми кварталами можно закрывать. Но желательно такими... Давайте, наверное, здесь минус один, минус второй. Тюрьма. Третий. Здесь не будем делать, соответственно, тюрьму. Выключаем обогреватель. Бойцовская арена, соответственно, тоже не нужно. Исследование завершено. Аванпосты быстрее. Сейчас нужно, конечно, подумать хорошенько. Бахнуть ли бур стеной. Потому что по лесу у нас серьезные проблемы. Мне он, по крайней мере, нужен будет на экстренный ремонт. Да, давайте так сделаем. Так, здесь еще квартал такой весьма сомнительный, потому что санитарные пункты... Вот это уберем. Похолодание идет. Ой, на 20? На 20. Минус 70. Включаем генератор. По-жестче. Не, сейчас должно быть получше. Вот дойдет, будет получше. По потреблению. По потреблению впритык. Радиуса не хватает. То есть надо сейчас сжаться. Надо вот избавляться от третьего радиуса домов. Что я не достаю банальным. Хорошо санитарный простроил ближе. Так, что-то мне не нравится это все дело. Если честно, там люди дойдут. Шесть. Тут уже отправили много всего. Думай, 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 думай. Ладно, сначала хавчик. Следующая отправка будет опять еда. Соответственно, ты где-то строил кухню. Сюда отправляешь детей. Подогрев. Ну и сразу бригадира, как только собирается есть. Ну ладно, пофиг, а то забуду. Проверим мы еще кухонь. Кухни проверим. Остальные там по бригадиру, может быть, сможем. Не, не сможем. 700 сырой еды нам притащили. Листовки не выпустить. Агитируем. Сколько мы отправили в прошлый раз? 1700. Время есть? Да, с пайками сделаем. То есть, нужно все-таки сталь. Сталь нужна на эти. И ядра. То есть, прожимаем бригадира в стальных заводах. Пищевые пайки конвертируются хорошо. Блин, меня беспокоит холод, понимаете? Пока терпимо. Но... А почему не субцы-то делаем? Алло. Офигели, что ли? Тут еще рабочих не хватает. Так, давай вот эти вот разрушим. Здесь не хватает уже детей. На угольных... Прожимаем где можно. По углю уже проблема, видите? По углю уже проблема. После того, как мы соберем приличное количество еды, отправим, соответственно, через два с половиной часа у нас вернется. И нам по-хорошему надо отправлять следующую партию. Это будут, скорее всего, еще дети. И как можно больше еды. Прагматический подход. Так вот, сэр, к вам пришли инженеры, они хотят поговорить об эвакуации. Мы считаем, что без наших навыков у экспедиции нет шансов на успех. Но пока лишь немногих из нас отправили на дредноут. Если вы хотите, чтобы хоть кто-то добрался до какого-то обитаемого места, мы должны эвакуироваться как можно скорее. Вы охренели, что ли? На вас тут все держится. Лесом идите. Придумали. Там генератор, кроме них, никто не починит. С больными надо справляться. Автоматоны уже вместо них, блин, сидят на мастерских, работают круглые сутки. И они такие, ну, на самом деле, как бы, нам пора. Ребята, вы чего? Отключить индивидуальный обогрев зданиях с автоматонами. Ну, здесь отключен, здесь отключен. А, вот здесь вот. Ну, там ротация идет периодически. Тут, кстати, тоже можно отключить. Надо понять только, где там автоматоны. Раз. Два. Да, это сэкономит нам. Нормальным. Три. Эвакуационный транспорт достиг дредноута. Паровой стенной бур. Учитывая то, что товарищ... Эм, а. Эээ. Ядер нет. Эээ. Было же ядро. Дредноут заправлен. Сэр, мы запасли уголь на дредноуте. Теперь мы можем отправиться в путь по вашему первому слову. Можем увеличить его вместимость, построив каюты на палубах. И отправить больше людей и пищевых пайков. Однако тревога в городе нарастает с каждым днем, и люди могут начать попытки прорваться на дредноут без разрешения. Это поставит эвакуацию под угрозу. Если людей будет больше, чем каюты пайков, мы начинаем страдать от болезни и голода в пути. Вы должны решить, когда запустить дредноут, чтобы... Я понял. Каюта сделала. А, каюта сделала. Тюрьма не требует, кажется. Открытая панель. Давайте посмотрим. А, ооо. Да. Блин, ну демонтировать сейчас... Не, можем одного автомата у нас в мастерских и демонтировать, потому что... Рабочих там типа хватает уже. Ну, по исследованиям мы уже не упираемся так жестко. Поэтому, прости, демонтируем. Получили ядро. Сразу выстраиваем паровой бур. И смотрим, что по исследованию. Мы, с одной стороны, накопили немного леса для того, чтобы... Ну, на экстренную... А, есть еще улучшенный бур. Ну, там еще нужно будет одного автоматона в расход пустить. Нет, скорее всего, надо будет улучшение генератора бахать. Вот эти вот раз, два, три, четыре. Может быть, даже радиус. Учитывая то, что радиус у нас подрезается, а дома я пока не убрал. Ну, потребление, конечно, вырастет. А у меня пока с углем не так все хорошо. Оптимизироваться, конечно, можно. Ладно, давай эффективность генератора. Дешево, сердито, нормально. 1300 пайков, заканчивается рабочий день. Я бы сделал сейчас... Круглосуточную работу, по крайней мере, одной кухней. Чтобы они конвертнули все эти пайки. Дальше мы смотрим... Блин, у нас свободных людей нет. Нам еще нужно отправить... Ой... Слушайте, у нас все равно проблема с едой. Я догрейживаю еще охотничьи ангары. Может, еще парочку бахнуть. Рабочек ты где возьмешь, Вася? Не знаю. Мне их не хватает. Катастрофически. Не, можно, конечно, с добычей их убрать. Просто потому, что... Вот в пабе, например, сидит непонятно, зачем так много людей. На этой вышке тоже сидит непонятно, зачем много людей. Давайте уберем временно с пунктов. Рабочий минус, рабочий минус. С постов добычи рабочий минус. Накинем... В хижины охотника. Раз. Потом два. И, кстати, надо включить еще автоматон. Тут еще три. Надо отправлять в любом случае сейчас. Давайте, что есть, отправляем. Блин, а как... Что значит, что есть? У тебя народу просто нет. Ты все еще не решил проблемы с едой. Ладно, сталь еще можно закинуть в этой партии. Четыре на верхнего еще. Ну что, освобождаем детей, получается. Ешки-матрешки. Ну ладно, давай. Хоть как-то. Хоть как-то. С угольных заводов, увы. Да я понимаю, что... Нам придется после этого сразу же отправлять туда рабочих. В общем, отправляем что? Во-первых, пищевые пайки. Максимум 1500. Во-вторых, уголь нам не нужно. Каюты. Нет, людям. Соответственно, детей 40. И 10 рабочих. По максимуму забили. Каюты прогрейдить. Давай сталь отправляем тоже. Правых ядер нет, но, по крайней мере, мы забьем ресурсами. Сталь, да? 1500. Давай еще под завязку прям забиваем. Там это работает же. Кухня круглые сутки. Должно хватить. Хавчиком. Ладно, отправляем. 750. 2400. Отправили полсотни людей. Сейчас можно избавляться, собственно, от тех домов, которые хреново отапливаются. Ой, че, прилетит мне поломка генератора к концу этой темы. Здесь нужно возобновлять добычу, но это уже когда охотники прилетят. Так, 3300 мы отправили. Блин, вот. Еще нужно по-хорошему столько же еды отправить. То есть столько же собрать и столько же отправить. Я не знаю, как это делать. Потому что, как бы, мне сейчас нужно уже возвращать на уголь. У нас добыча проседает колоссально. Мы, конечно, продержимся. День и 10 часов без этой угольной шахты. И сталь нам тоже нужна. Так, здесь бригадира включаем. Фотоматон идет. Повышение эффективности генератора. Хорошо. Еще повышение эффективности генератора. Потому что, очевидно, у нас проблемы с углем. Потребление снизили на десяточку. Еще снижаем. Тюряга. Тюряга, блин, быть она неладным. Я хотел поставить тюрьму рядом с каким-то отоплением. В результате поразбирал все к чертовой бабушке. А тюрьму не поставил. Наверху избавился. Нам нужно сокращать количество мест. Тут, кстати, отопление не очень рационально все поставлено. Место вот этого охотника можно сделать будет. Ладно, завтра 130 сделаю, как к охотникам вернется. Так, кухня благодаря круглосуточному режиму практически все сырое переработает. Проверяем. Тут бригадир откатился. Давайте уберем автоматоны. И сюда автоматоны с бригадиром. Тут откатился бригадир. Бахаем. Тут откатился бригадир. Убираем автоматоны. Переключаем сюда. Автоматоны, бригадир. И выключаем подогрев. Выключаем подогрев. Отсюда рабочего, кстати, надо убрать. Пофиг на недовольство. А что у нас по прожиму? Почти откатилось. А гид-центр почти откатилось. Хорошо. Беда. Ну, всех не удастся спасти. Я могу только сделать максимум, чтобы... Блин, там тоже... Ладно, с лесом вроде как проблему постепенно решаем. Потом надо будет избавляться от заводов. Ядра паровые вытаскивать. Убеждение принуждением. Более доступное объяснение глубины заблуждения позволит им быстрее... Ла-ла-ла-ла. Снижает время исключения в тюрьме. Да, поехали. Подписываем. Может быть, даже надо было... Так, с больными хорошо, с голодными тоже возвращаются охотники. Я хотел вот эту вот тему убрать. Убираем эту тему. Ставим здесь, соответственно, тюрьму. Проверяем места, где можно поражать. Блин, вот сейчас такая проблема будет с... Может, уже сейчас часть этих убрать. Часть охотники. Ну, потому что нужно, по крайней мере, накидывать на... На добычу сюда. Ладно, здесь тюрьму сделаем. Помним про что? Про то, что... Скоро откатится ок. Не скоро откатится. Блин, надо... Эти тоже... На кухнях... Наверное, придется еще один круглосуточный врубить. Вернется через 12 часов. То есть мы... Под ночь еще должны отправить будем новую группу. Это стали пищевые пайки, опять же. Демонтаж идет. Ну что, убираем здесь потихонечку. Раз. Ну, те, кто донес. Закидываем в угольный завод. Раз. Два. В угледобытчик здесь. Обязательно. Потому что, ну, куча есть. И даже кто-то работает на добычу. Толку мало. Я... Я понимаю, что они полдня работать не будут. Что мне вот это все нужно как-то... Будет микроменеджментить. Так, снесли. Бахаем тюрьму. Чтобы люди не расстраивались. Что я обещания не выполняю. Выполняем обещания. Надо еще реорганизовывать все. Санитарные пункты я бы вот отсюда уже убрал. Потому что есть у меня 4 санитарных пункта. Эти все равно вряд ли пригодятся. Этот квартал такой убогий немножко. Убираем здесь, соответственно, дома. Выключаем... Генератор. Ну, выключаем генератор. Готово. Снижаем, соответственно, потребление по углю. Уже выровнялись, кстати, по углю. Два косаря. Бездомных нет. Калеки есть. Но... Что ж поделать. Минус 70. Морозных. Почему не... Видимо, никто еще туда пока не пришел. Там же рабочие отдыхают после охоты. Окей. Так. Пайки набираются. Кухня работает. Это круглосуточно... А, тут еще одна кухня есть. Неплохая. А, нет. Она, собственно, и была. Здесь бригадира включим. Проверяем опять места, где можно включить бригадира. Мастерские и Сталилитейные. Сталилитейные далеко еще нам до них. Здесь бригадир есть. Здесь он еще, кажется, работает, да? Не помню, сколько он там действует. Давай НЖ сюда пока переведем. Бригадира бахнем. Здесь тоже пусто. Окей. Так. С голодными ОК, с больными ОК. Точно недовольство нужно... А, гидпрограмма нам нужна. Это здание не работает. Вот в чем проблема. Так, убираем НЖ. Меняем автоматоны сюда, потому что там бригадир. Включаем агид-центр. Не хватает все равно. Эффективность генератора двойка готова. Не хочу радиус. И улучшение генератора что-то уже не хочу. Что нам реально может помочь? Термоизоляция, эффективный сбор. Поздновато под уголь эффективный сбор делать. У меня остался только один. Хотя, учитывая то, что я угледобытчики буду... Точнее, угольные заводы буду убирать для ядер, можно сейчас эффективный сбор сделать. Потому что останется у меня все равно вот это вот здание, скорее всего. Так, и надо еще убрать отсюда инжей. В агид-центр. Да почему не работает? Все, прожалим. И здесь должно было откатиться. Прожалим. Люди там бунтуют. Ох, и тиран. Ну, ребят, я все для... Так, выполнили. Недовольство упадет. Преступники отправятся за решетку. Людей в тюрьме нет. Заключенные на свободе. Сэр, из одной из наших тюрьм выпустили всех заключенных. Люди пугаются. Ой. Что-то я не ту кнопку, кажется, нажал. Ничего страшного. Поединички оставляем. Ну, не хочу я. Тут лучше пусть инжи занимаются пока что более полезным занятием. Что там опять у нас? Погром в центре эвакуации. Сэр, люди окончательно упали духом. Отчаянная толпа штурмовала центр эвакуации. Они украли 408 пайков. 138 единиц дренивесины и 35 стали направляются в город. Отпускать. Ну, как бы мне все равно нужно... Недовольство возрастает. Мне все равно нужно этих людей отправлять. Они не помещаются у меня все. Опять начинается у нас тема под названием «Достаем рабочих, отправляем их охотиться», потому что по-прежнему с хавчиком беда. Помним про кухню, которую нужно заряжать. О, недовольство уже. Вот, 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 вот. Блин. Ладно, хорошо. Сможем отправить косарик к хавчика. Косарик. А, мы не можем, пока этот не пришел. Блин. Ну, это жестко, конечно. Давай еще отсюда рабочих уберем. Выиграем какое-то время. Что тут у нас? Шантаж. Центр пропаганды докладывает, что ценный осведомитель пользуется своим положением для шантажа. И вычеркните списк. Потому что придется радикальные меры принимать, друзья. Потому что что-то... Что-то у нас тут с надеждой беда какая-то. Я вроде хорошо руковожу. Вот, надежда падает. Недовольство, точнее, растет. Хотя там были чрезвычайные смены, две штуки. Да. Это такое... Такая временная тема. Проверяю бригадиров. Проверяю лесопилочку. Проверяю стрелитейные заводы. Даже никак. Здесь нужно будет бригадира одного прожать. Эвакуационный транспорт достиг дредноута. Хорошо. То есть мы возвращаемся, да, постепенно. Ну что, косарик. Потом еще сталь. Что мы можем отправить? Продовольствием. Максимум отправляем. Нужно 1700. Отправим косарик. Уголь не нужен. Сталь можно. Как раз, чтобы людей... Ну и людей надо отправлять. Дредноут. А как людей отправлять? Если у тебя охотники только что отправились... Ну, можно вытащить последних детей. Из кухонь... Ну, хотя кухня работает. Вот отсюда ребенка вытащить. Вот отсюда 8 детей вытащить. Где еще? Где еще? Где еще эти шкеты? Шкеты? Что? Здесь что у нас такое? А, это инженеров я смотрел. Подождите. Так, кухня раз, кухня два. Не помню, какая там работает круглосуточно. В любом случае убираем отсюда детей. Что еще? Еще где они есть? Нету. Только рабочие. А что рабочие? Они тут все за едой полетели. Нет, видимо, нужно сейчас... Сбой генератора. А-а-а-а! Повреждено ядро генератора. Сэр, мы были вынуждены отключить генератор. Давление снова растет. Мы едва успели. Ядро серьезно повреждено. Новость вызвала панику в городе. Но с большим трудом мы смогли призвать людей к порядку. Во всяком случае, пока. Наши инженеры пойдут... Найдут способ золотать ядро. Но это займет немало времени. Даже со всеми нужными персоналами за ремонтной станции. Надежда существенно упадет. Починить. Так, надо сейчас взбагрить на починку. Вот это вот... Бригадира прожимаем. Вот эту штуку прожимаем. Раз. Два. Одиннадцать часов. Вместо там... Сколько там было? Не помню. То ли шестнадцать, то ли еще сколько там. Ну что, закидываем. Двадцать два человека. Всего лишь. Да вы серьезно? Продовольствие по максимуму. Может, ядро еще одно. Эффективный сбор. Ну я рад, конечно, что тут у вас... Аптимизация добычи угля. Не, не нужен нам уг... Нет, хотя... Это только к угольным шахтам, а я их ломать сейчас буду уже все. Стеной бур не хватит этих. Нет. Нет. Нет, нет. Нет, 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 нет. Нет. Теремоизоляция постов добычи. Это единственное, что в первых двух вкладках. По изучению мира просто забей. По отоплению раз-два, но это на будущее. Пока что, наверное, все-таки термоизоляция постов добычи. Ой-ой-ой-ой. Ладно, отправляем, друзья. Мало народу, к сожалению. Очень мало народу. Пайки по максимуму-му-му. Может, Инжей частично отправить? Нет, Инжей какой частично отправить? Тебя уже тут больные не помещаются. Недовольство падает почему-то. Непонятно почему. И тут же возрастает. Так, где я еще? Ну, ладно, хорошо. Работников мы... Хорошо, давай из... Нет, из пабы нельзя доставать. Здесь единственный... Единственный рабочий в вышке. Ну, вот здесь еще есть один рабочий. Окей. Из кухни можно достать. Они еще не переработали, нифига. Блин... Жестко. Так, ладно, Инжей можно достать. Давай. Ну, каких Инжей? Ты же только что говорил, что какие Инжи? У тебя больные люди. И здесь не все еще. Убежали, гады. Восемь часов. Так, ладно. Не теряй время. Все, отправляй, что есть. Что есть? Один рабочий. Четыре ребенка? Серьезно? Что? Дети пропали. Что? Ночью исчезла группа из 30 детей. С ними 5 взрослых. Родители, оставшиеся в городе, отказываются что-либо объяснять. Вы бы никогда не отправили их на дредноут. Как? 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 Я их уже отправлял. Чертовы скрипты. Блин. Вы никогда не отправили бы их на дредноут. Гневно говорит одна из матерей. Блин. Мы не позволим им сгинуть в этой дыре. Когда чертова паровая железяка же залетит на воздух. Похоже, кто-то из родителей повел детей в дредноут. Дебилы. Верну детей. Покинут город, чтобы обыскать. Недовольство вырастет. Верну детей. Назад. Так что это просто... Я в шоке просто. Ладно, отправим с утреца дредноут. Блин, у нас 2 дня осталось. Нет, давайте все. Людей пофиг на хапчик. На следующий. Забиваем 50 человек. У нас идет сразу же. Отправляем. Да нет смысла ждать. 46. Продовольствие Макс. Макс отправляем. Еще 50 людей отправили. Остается 240 человек. Я никак не смогу всех спасти. 2 дня. Как бы тут... 19. У меня 2 отправки еще. То есть я спасаю еще 100 человек максимум. Блин, а может быть и не надо было возвращать. Ну, шли бы и шли. Да, и людей больше, чем каюта в дреде. Ну, надо паровые ядра. Количество людей. Мне нужно вот грейдить. О, недовольство. А-а-а. Ну, я понял, да. У нас генератор-то еще не работает нифига. А на улице минус 70. 3-2-2 времени еще, чтобы... Народу бешенствуем. Послать стражам. Ну, давайте только автоматоны у меня тут работают. Как часы. Надо не забыть тут сталь. Ну, и разбирать вот эти вот темы. Раз. Два, пожалуй. Надо хотя бы вот четвертый сделать. Пятый бок с ним. А четвертый... Четвертый можно дотянуть. То есть мне нужно на это пара паровых ядер. Четыре паровых ядра. И миллион стали. Вообще никак. Ага, пайки еще пищевые нужны. Ну, я жду, когда генератор запустится. Потому что сейчас будет большое количество больных у меня, к сожалению. Генератор работает. Следующую поломку нельзя будет исправить. Тепловые зоны стали холоднее. Минус 2 радиозона уменьшился. Еще на 10%. Мы запускаем генератор. Включаемся снова в работу. Запускаются отопления. Пищевых пайков нет, нифига. А почему не хватает? Может, третий уровень? Почему? Кухня морозно просто. А, не достает. Рейндж не достает. Короче, нужно перестраивать кухню по-быстрому. А, блин, я не могу перестраивать кухню. Мне нужно прям сносить-сносить, чтобы перестраивать кухню. Ну, сносим-сносим. И, скорее всего, надо будет прям две кухни бахать. Даже третий обогреватель не справляется, понимаете? Хотя это работает кухня. Что? Радиус не дошел просто. Окей, хорошо. Следующая кухня. Сносим можем. Кайфулечка. Что еще? Что по углю? Жопа! По углю все плохо. Сколько нам нужно отправить пайков? Триста. Хорошо. Значит, можно вытаскивать и нужно вытаскивать охотников. Человек сорок-пятьдесят. А, они только приезжают. Сразу можно демонтировать некоторые... Некоторых... Надо много демонтировать, кстати. Демонтаж тоже. Демонтаж. Ну, сталь получим. Много стали получим. Стоит этот трындец сколько. Так, дальше... Сталилитейный в первую очередь. Раз. Два. Здесь. Три. Четыре. Дальше. Пять. Шесть. Семь. Тоже. Раз. Два. Три. Достиг, да? Четыре. Пять. Блин, отличная бригадира включен. Дебил. День уже прошел. Так, надо сейчас подумать, что вообще делать мне по демонтажу. То есть, надо реально сейчас убирать просто. Просто убирать. Не, не сюда автоматом. Вот сюда автоматом. Термоизоляция поста добычи сделалась. Склады уже нет. Генератор мощность возможным. 120-80. Да, может быть. Ну, маловероятно на самом деле. Автоматончики в шахте угля, чтобы продержаться. Да мы продержимся. У нас запас один день, 13 часов. Добыча уже в плюсе. Тут скорее нужно готовиться, отправлять как можно больше всего. То есть, нужно реально разбирать сейчас город. Начиная с плохо отапливаемых домов. У нас 240 человек всего лишь. 240. Давайте разбираем дома. По контуру. Бездомных пока нет. Но мне кажется, что не хватит. Тут раза 3, 4, 5, 10, 12, 14. 14. Ну, допустим, 16. Еще 8 домов. Да, я не смогу от всех избавиться, конечно же. Так, от чего еще избавляться? Хижина охотников, скорее всего. Насколько много. А, я кухню еще, кстати, не восстановил. Блин. А мне же нужно 2 кухни. Понимаете? Ну, так, по-хорошему. Денег они практически не стоят. Так, а что по недовольству? У меня же... А, нет, у меня не критичная тема, типа. Так, тюрьма. Надежда существенная упадет. Недовольство упадет. Оп. Так, в тюрьму. Окей. Сейчас я упираюсь в сталь. Два ядра у нас есть. Это на следующий... В следующую каюту мы сможем. Видите, не хватает тут. Но хотелось бы еще вот эту вот каюту сделать. В принципе, можно демонтировать елки, потому что елки мне не нужны, да? Я успею 2 раза еще отправить людей. Или избавляться уже от автоматонов по исследованиям. Скорее всего, это более... Правильная тема. Потому что... Крати, 4 ядра мне нужно отправить. Или избавиться от завода угольного в пользу постов добычи. Блин, тут еще сталь не прожал вовремя. Надо разбирать этим хижина охотников. У меня там наверху-то остались. Маловато будет. Разбираем. Надо склады переключить на лес. Со стали на древесину. Склады, кстати, можно тоже подразобрать. Пищевые пайки тоже не нужны. Еда... Не, еда нужна... Пищевые пайки нет. Что там случилось? Охранули. Сэр, пьяный мужчина нарушали покой. Вы недовольство слегка... Да, наказать их. 25 больных. Ё-моё. Так, что у нас по инженерам? Где прохлаждаются? Они вообще не прохлаждаются, на самом деле. Но тут 1-1. Потом реактор. И все. Так. Дредноут достиг. Сейчас внимательно, Михаил. Внимательно, внимательно. Паровые ядра. Раз, два. Сталь по максимуму. Перейдем, соответственно, дальше. Ну и людей надо отправлять. 50 человек в любом случае надо отправлять. И это, скорее всего, будут работники. Ну, в смысле, охотники. Работники. Работники, охотники. Автоматоны, пожалуй... Демонтирую вот это вот, товарищи, автоматоны. Как мне его достать-то, ёпырысоты? А, вон он ходит. Демонтируем автоматоны. Ядро ещё одно сейчас получим. Так, 3 ядра. Уголь что? Уголь хватит? Один день. Ладно, давайте. Там круглосуточная работа. Пофиг. Демонтируем и этот завод. Что дальше? Убираем с постов добычи. Раз, два, три. 50 человек сейчас надо отправлять. Быстренько. Уже есть 56 свободных. Переходим сюда. Отправляем все ядра. Отправляем людей свободных. Всех 50 рабочих. И пищевые, да? До конца. Да, это последний. Поехали. Не будем терять время. 40 больных. Всё. Отправляется транспорт. Ну что? Будем последнюю цель бахать. Новый порядок. При установлении нового порядка все, кто уважает сомнения, будут считаться предателями. Послушание высшее доброводитель. Никогда не делал. Надежда больше не проблема. Будет организован и место публичной казни. Класс. Сэр, недовольный народ бунтует на улице и требует вас отменить закон. Люди говорят, что суть порядка это... Угу. Проще безмолвствуют. Закон о новом порядке будет издан... Поехали. Понеслась. Надежда, всё. Послушание. Надежда заменилась послушанием. Первый раз ты это включил. Труд и порядок. Винтерхом пал, но мы победим. Надежда для слабаков. У нас есть сила и отвага. Мы избранные. Последний рывок. Мы выстоим. Блин, психи ненормальные. Ночь перемен. Наступил рассвет. Улица окутана безмолвием. Вы объявили наш город оплотом сильных, стойких и верных долгу. Нет места сомнениям и реакционерам. Возмутительным спокойствиям и бунтарям. С теми, кто угрожал единству города и новому порядку уже покончено. Девять человек погибли, прочие отказались от своих убеждений. Куда ты собралась? Молодец. Куда ходила? В какие гости? Молодец. Надежда больше не проблема. Это слово исчезло из словаря. Это нужно было сделать. Да, кайф. Поезд завершился неудачей. Ну хорошо, ладно, бог с ними. Вернулись ни с чем. Так, инжи, пожалуйста. Пожалуйста, инженеры. Можно агит-центр нафиг уже сносить. Потепление идет. Ну это потепление перед... Эшафот. Сэр, рядом с генератором возведен эшафот. Если вы прикажете использовать его здесь, будет проведен... Будет казнен враг общества. Это значительно снизить недовольство. Что такое? Призи... Голова. Бобруйская. Ну а сейчас попробуем. Сейчас попробуем в шоколаде, конечно. Да, а то у меня слипнется. Ой, ребята. Это из Бобруйска? Из нашего? Беларусь, город Бобруйск. И... Родная. Мм... 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 улучшение генератора сделали но включать его естественно не будем я даже уменьшим нагрев отправляем людей на кухню народ бешенствуем два дня чтобы снять недовольство а что вас беспокоит людям заключенные на свободе непригодная пища кстати можно исправить переходим супов на нормальные темы что хватает по древой технологии только увеличение радиуса генератора как вкусно и чаек еще ну что когда у нас вернется этот 16 часов один день ну игра закончится позже чем вы поняли в общем а следующий не починить то есть можно убирать убирать инжей с вот этой вот темы да и закидывать лечить я же хороший правитель вот видите я какой какой молодец а что там строить центр пропаганды не ними 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 все нормально проверяем там о а вот еще что у нас у нас же тут а хавчика хватит может быть хижина охотников посносим дальше вроде хватает заодно и освободим народ мы продержимся я думаю здесь накидываем рабочих а что мне получается пайки всем людей не всех спасу сейчас стали главное а сталь это у нас в том числе разбор ненужных тем ненужные темы это самые дорогие самые дорогие по стали это что ладно разбираем дома пока санитарный пункт это дерево понятное дело бойцовская арена тоже склады кстати много требует стали насколько я помню убираем 1 убираем 2 поставим 3 снежная яма еще пищевые пайки минус 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 демонтируем демонтируем блин а пищевые пайки там древесина можно кстати отказаться сейчас от демонтировать и эту штуку и дай убираем пофиг и автоматона тоже убираем демонтируем паровые ядра возвращаем 1600 древесины хватит должно хватить уголь тоже минус демонтируем демонтируем сталь ох сталь то тут у нас на пределе блин а сталь то на пределе ставим сталь исследовать я не уверен что нужно что там еще раз убеждаемся в том что что мы тут сделаем ничего не сделано тогда можно убирать еще мастерские и освобождать автоматонов отправлять например автоматона собирать а уголь мне тоже не нужен разбираем еще одного автоматона бедолагу строжевой пост лесом восемь часов у нас осталось прекратите здание нужно для поддержания порядка что то что вы творите мне виднее зачем они нужны так город засыпает можно отправить автоматона играет лида вообще так ну а что тут разбираем тоже сталь обогревательные темы сейчас очень много стали будет более на мне некуда их реально некуда не могу отправить шесть часов зря короче зря я от склады ушатал давайте на сталь перекидываем еще ошибка системы сэра дверей тюрьмы протестующий критично во все горло за на употреблениях вашей пенитенциарной системы кого они сажают обращается он каждому кого кто проходит мимо преступников или же невиновных что осмелились ему возразить задумайтесь арестовать за на нарушение порядка на ка блин вот со складами конечно косячил ладно елки сейчас сейчас же надо еще ладно пофиг на сталь перед перетыкиваем просто нужно максимально стали отправить следующий раз стали паровые ядра ну и там 50 последних людей и ста восьмидесяти восьми оставшихся чуть-чуть не рассчитал а может успеем две ходки сделать а ну 5 потом мне не успеем что тут у нас кухню отключаем охотничий ангар тоже бы разобрать потому что дорого он стоит но я боюсь что да не не бойся разбирай пайков тебе хватит на всех не переживай инжей спасибо окей инжей наверное стоит больных оставим тут всех блин может исследование все-таки напоследок ну а какое исследование у меня там мастерской нет просто исследование бахать пап разбираем домик тоже тут тут разбираем сторожевой пост эй что вы делаете нам нужны эти здания тебе уже пелс ничего не нужно поверь главное сохранять блин спокойное лицо при всем при этом можно даже и не лечить людей если честно хотя генератор в любом случае не выдержит до последних последними спасаться будет инженером через час они придут поэтому мы с вами из генератором чё там генератор отказывается инженеры наблюдающий за генератором предупреждает что критическая поломка вот-вот случится я понял вас выбираем инжей отсюда 30 человек есть свободные нет свободных значит из санитарных пунктов вытаскиваем инжей больные выходят на улицу я иду сюда максимум ядер максимум инжей 46 человек дети уже все эвакуированы и 50 дальше мы естественным берем по максимуму стали 1200 не все помещается но вот чуть-чуть же еще ну чуть-чуть а нет мы успеваем дважды отправляю пока транспорт блин почти на максимум 19 часов он успеет вернуться я еще последних смогу отправить ну кто выживет конечно же хорошо что у нас по ситуации хавчика вам хватит молодцы ребят молодцы держимся уголь собираем ну такое себе сталь сталь да можно перестроить сталитейные заводы чтобы не не будем время тратить давай разбираем все разбираем дома разбираем дом минус раз блин чай паузу не поставить еще только escape жать дома разбираем сталь получаем еще последнюю потом автоматонов разберем еще ядра пошли мне конечно нужно так здание которое вам типа нужно окей молодцы молодцы держите в курсе кухня а нет разбираем кухоньку моя кстати сталь требовал отменяем аванпост центр ульда приходит не нужен нам аванпост центр добыча и этот тоже разбираем раз два три четыре пять шесть блин я строил этот город из таких руин его поднимал епресса ты новый порядок здания разрушена что там такое нет места для заключенных вообще без проблем один день а тут 18 часов далее какие еще у нас есть темы охотничий ангар лесом идет что еще с кухнями нормально с этими двумя мы справимся и температура понижается а гулять то гулять четвертый уровень форсаж всем тепло хорошо отлично продержимся день 14 часов нас через семнадцать эвакуация винтерхоума а я не успею послать все равно казни кого-нибудь на шафоте а как это сделать требение неисправность а вот он опа нет это агитатор тоже агитатор ой что это вы нас тут держите не удержите спасайте кто может бегом бегом на дредноут мой воськи быстрее он так работники в панике сэр работники паникуют некоторые бросили рабочие места пошли в центр эвакуации они кричат что больше не будут работать если не дадут место дредноуте если ничего не сделаем они украдут 128 пайков нормально еди древесина нормально чтобы попытаться попасть пусть идут мы справимся и у нас 55 человек под последнюю отправку и с ой автоматончики молодцы вот вы меня не подводите никогда так в результате мы под конец должны сейчас скинуть ядра и последнюю добытую сталь единственное что конечно хотелось бы разобрать еще склады у нас же под по стали тоже да и мы можем еще больше стали вы вы до 20 стали короче пофиг раз пищевые пайки да все удаляем кроме кроме стали все удаляем дерево тоже лесом она не пропадет главное чтобы я не демонтировал темы со сталью еда плевать на чё там осталось-то господин открыл не прочитал маяк же что майка нет пояс стоит что е-мое отменил 11 часов сегодня ну не успеем как или успеем отправить два часа там разница блин я не знал эти ожидают куда вы идите этот ожидает чё ждем то блин там все за и не вручья переподписан 11 не кричались а почему вот эти стоят почему не идут ожидает просто 80 человек блин жопа какая-то 13 часов 10 часов окей автоматоны полчаса пытались сказать учитывая то что на прошлый прошлый день отправил вот эти вот стоят вот это мне не нравится ну люди тут не одни о чем не могут не могут свалить может сделать из пяти рабочих а где они они что типа демонтируют и все заняты понятное дело что кто-то болеет письмо с благодарностями сэр к нам пришел инженер которых ни в городе не осталось он принес письмо со своей от своей бригады работники попросили передать его вам они простые люди так что разборчивость письма оставляет желать лучшего но суть вот в чем они хотят сказать спасибо автоматон без устали работающие внимательно мороз избавивших их из подобных страданий ради такого зрелища да да это да ну и шафот стоит как пост ремонта круг генератор а стоит как пост ремонту ага вот он кажется на ремонтная станция нет эшафот один человек оп все казнили кого-то у нас все равно минус сто шестьдесят ну восемь процентов погибло один людей один люди люди помирают автоматоны работают еще один как раз под 50 почистим пять часов дойдет но с маяком я на фейдл конечно и заканчивается смена у нас о что смерть врагам общества и а это казнь еда смерть смерть никакой пощады порядок требует жертв вы его фы ва поджарь его отличную империю я построил жуть зато горит ему тепло поехали что делать вот с этими упырями может они просто не помещаются из-за того что может быть четыре часа тут 6 и 10 то есть мне за два часа нужно будет потом в дредноут типа и launch отправлять вам но я не знаю куда вот эти вот по то есть один да я отправлю конечно пол сотни оставшихся но нет конечно забить она потому что просто еще демонтировать дома зачем вам дома в конце концов правильно еще один погиб как раз 50 человек у нас демонтаж идет полным ходом молодцы два часа возвращается этот эта штука да давайте сразу демонтируем блин надо было автоматом демонтировать где он где они так демонтаж раз демонтаж 2 демонтаж 3 демонтаж 4 ядра получили ядра получили ядра накидываем по ядра не нужны уже а 4 нужно эвакуационный транспорт достиг так закидываем блин а где остальные то люди чем они занят я не вижу просто чтобы я не могу их отправить они типа чем-то заняты чем-то видимо разбирают все еще да вот здесь разбирают блин я не могу их отправить реально может из-за того что они калеки не могу а это мы все отправляем короче транспорт и в дредноут эвакуируется в интерхоум видимо надо запускать если экспедиция отправится в путь она не сможет вернуться это будет конец в интерхоума но я не могу дожидаться получается да я не могу то того той хрени дожидаться да хочу спаслись не все но они не хотели идти а калеки не смогут попасть да калеки же у нас выжившие когда был дан приказ уходить мы собрались вместе казалось что не хватает половины людей и наши мысли вернулись к тем кого мы бросили в интерхоуме ждать конца нам казалось что нам повезло и одновременно что мы прокляты с тяжелым сердцем придавленные чувством вины за то что выжили ценой жизни других мы собрали все что осталось от нашего народа и отправили дредноут в белую пустошь оставив дом позади мы не оглядывались мы уже знали какая судьба ждет в интерхоум конец блин так хочется еще поиграть да вот он бардак после прошлого правителя остался вычищаем перестраиваем здание вокруг генератора генератор отказал да убираем завалы за застраиваем решаем проблему с едой там сейчас вокруг будут а вот охотничьи хижины появляются блоками строим там пять мастерских уже шесть уже мастерских что еще могли сделать казнь врагов общества пропаганда люди шпионы друг за другом ничего не знаю короче я выживал как мог мы допустили панику многие сбежали в хаосе да наконец-то мы двинулись в путь мы запаслись всем необходимым вот это положительная штука белым значит положительным мы вновь отправляемся в неизведанные ну такое сейчас будем сносить город смотрите кварталами уже начал слева мы молимся чтобы кто-то похоронил несчастных что остались в интерхоме все и нет города дредноут решительный 430 граждан эвакуировали блин ну все сценарии прошли на максималке естественно что беженцев только прошли не приняв ну по это самое поссорившись в конце концов с лордами чуть-чуть не дотянул я не знаю перепроходить или не проходить какой-то сценарий второй трай второй трай с попыткой спасти спасти всех новый трай спасти всех так так вышел же недавно новый сценарий так вот он падение Вентерхоума он вышел позавчера мы его прошли ковчеги ковчеги халява дешевая новый дом тоже халява да нет не во что тут играть ну то есть беженцы долгое и там понятно чем все закончится Вентерхоум даже с ну я его не с первого трая я переигрывал дважды или даже трижды старт потому что не догонял что нужно делать на старте ну то есть там реально в два дня тебе нужно решить массу проблем и переселить и решить проблему с едой и решить проблему чтобы не болели люди вот но после удачного старта одного старта мы с вами дошли настолько далеко вот ладно хватит хватит фростпанк в 10 частей уложились спасибо большое вам за внимание друзья большое отлично поиграли хорошая игра рекомендую потому что она затягивает очень сильно затягивает но не так затягивает как PUBG поэтому после небольшой паузы покатаем немножко в PUBG нет 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 Миша нет 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 Продолжение следует...